Это стратегия про человека-космонавта, который прилетает на чужую планету и там начинает, жертвуя жизнями аборигенов, такие похожие на морковки, ремонтировать свой корабль. Что не делай! Куда солдата не целуй, везде задница! Почему ты сегодня говоришь будем честны? Мы конечно же всегда будем честны, даже можешь об этом не говорить. Мы всегда честны. Ну на свиче, да, мне кажется, тоже не будет. Только на следующей консоли. Здравствуйте, дорогие наши зрители! Всем привет! Привет! Как вы могли заметить, сегодня с нами нету Алисы, потому что она ушла от нас. А куда вы спустите ушла? В новости она ушла, которую я надеюсь вы смотрите с большим интересом каждую неделю у нас на канале. Не забывайте комментарии ей писать, она их читает, иногда даже отвечает прямо в передаче. И в общем с интересом будет реагировать на замечание. Может быть даже однажды поделиться адресом Инстаграма, как она грозит. Ну это уже она решит сама, когда придет в следующий раз в эту студию записывать новости. А мы начинаем наш влог. Поэтому у нас сегодня не засисочная вечеринка, а как бы ну когда мужики остаются одни, они что делают? Они вот собирают лего, правда чаще икею, но лего тоже случается. Ну икея это тоже лего в какой-то степени. За камерой по-прежнему наш оператор Михаил, который сегодня будет сначала со штатива снимать, а в середине выпуска будет снимать с рук, чтобы вы могли сравнить и выбрать точно какой же стиль вам больше подходит. Либо стационарная камера, либо подвижная. Кстати, в комментариях просили, чтобы он в начале выпуска подснимал тапочки Алисы, но поскольку Алисы нет, то... Ты такой, поскольку Алисы нет? Тапочки ее есть, да. Вот они. Вот. Что же мы сегодня хотели обсудить? Очень интересная тема. Буквально я сегодня впервые утром зашел в интернет и обнаружил, что наконец-то анонсировали переиздание Pikmin 3 Deluxe с Wii U на Switch. А где ты вчера был? Вчера я был в командировке, ездил снимать кофейные всякие интересные штуки. Зато благодаря этому анонсу из магазина, из eShop'а для Wii U пропало бюджетное издание Select. Да, там интересная такая история приключилась. Не знаю, у меня это издание есть на диске, поэтому у меня ничего не пропало, ребята. Я очень рад, что она... Не, имеется в виду, как бы теперь те, у кого есть Wii U и кто... Не скачал. Типа да, в 2020-м ее достанет, чтобы поиграть. Нет, скачать можно до сих пор. Скачать можно, да. И типа захочет купить Pikmin'а и посмотреть на оригинал. Раньше можно было купить более дешевый Nintendo Select, а теперь все. А зачем покупать дешевый оригинал, если будет красивый, дорогой Deluxe Remastered? Ну, собственно, я считаю, что те, кто за 7 лет не купил версию для Wii U, тем она, в общем-то, и не нужна. А может они только выросли. Вот Pikmin 3 игра, в принципе, от 6 лет до всех возрастов. То есть это... Кстати, никак кто-то не знает. Давайте расскажем, о чем ты играешь. Это стратегия про человека-космонавта, который прилетает на чужую планету и там начинает, жертвуя жизнями аборигенов... Такие похожие на морковки. ...ремонтировать свой корабль. Ну, слушай, не, на самом деле, давай будем честны. Первый Pikmin, ну, именно об этом, когда Капитана Лемар переживает крушение на незнакомой планете. Но там вся суть в чем. Если читать его дневник во время прохождения, у него там столько вот этого, типа, знаешь, боли о том, что, типа, я хочу домой, к семье. И, типа, у меня заканчивается провиант. Типа, я не знаю, смогу ли я выжить на этой планете, когда все закончится и прочее. И ты такой, и ты так за него переживаешь. А он пишет, что он пишет, что он эксплуатирует несчастных. А ты такой, ну, типа, ну, Pikmin, вон там монетка на десять, бегите, хватайте. Фактически Pikmin это игра покорения Америки Хастофором Колумбом. Вот, собственно... От счастья можно, да. Когда Брин прибыл, начал использовать аборигенов, всех их там перебил почти и уплыл себе обратно. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, главная цель игры как раз сохранить как можно больше жизни. Потому что они тебе помогают. Сейчас, так говоря, потому что все жизни важны. А тогда, когда вышла первая часть, была... Я и тогда старался сделать так, чтобы выжило как можно больше. А многие, которые сейчас раскаиваются об этом, я надеюсь, они делали по-другому. Так что, если бы играли в Pikmin раньше, то надо срочно встать на колено. Я истинал на абразуру этих несчастных ребят со смешными такими головами. Ну, а, кстати, из-за того, что там нет локализации и не появится в переиздании, собственно, все эти переживания... А не было у Wii U версии? Нет, нет. Слишком нишевые. То никто из этих переживаний капитана многие российские игроки-то и не узнают. Потому что они скажут, что нет, русика, не куплю игру. Вот. С таким отношением только торренты как-то. Я еще раз говорю, знаешь, будь мы каким-нибудь модным блогерским каналом, здесь было бы идеальное место для интеграции школ английского языка. Да, да. Но, поскольку мы русскоговорящий блогер, мы скажем, ребята, как считаете нужно? Если считаете нужно на русском играть, играйте на русском. Да, если не считаете, то, ну, как бы, StarCraft на русском тоже стратегия. Доступна всем. И там тоже, да. Можно выбивать аборигенов. Да, в общем-то, да. Важно, что цена, это, full price. То есть в eShop это 4,499. Да, да. Соответственно, картридж будет стоить 3,900. Наверняка будут, но... Я надеюсь, что будут. В общем, кто в своем пропустил или кому понравилось, но сейчас нету Wii U, то прям я рекомендую. Мне очень нравилось именно на Wii U версии. Ну, там, кстати, всякие бонусы будут. Там будут дополнительные уровни сложности, дополнительные режимы. Основное это вот компания, там сколько, по-моему, 6? Есть время допройти Paper Mario. И как раз... Как раз подтянуть английский язык, да. Как раз игроки переживают, что неужели теперь еще 3 месяца не будет никаких новых игр от Nintendo. Главное, чтобы были новые директы нинтендовские. Вот в чем мы ждем. Я все же верю, что еще какой-то внезапный релиз устроит. Ну, как видишь, анонс... Ну, кстати, надо сказать, что это-то совершенно такой из ниоткуда анонс. Да, очень хорошо. Пусть смотрите Pikmin. То есть, как обычно, слухи-то ходили, но... А там не просто слухи ходили. Miyamoto же когда-то говорил, что в разработке Pikmin 4. Собственно, это как раз второй по поводу... Главное, чтобы Pikmin 4 был бы не Хей Pikmin 2. Для недовольства. Как раз два повода для недовольства. Первый, что удалили версию для Wii U. А второй, что Miyamoto обещал четвертый когда-то. Вот я всегда... Я понимаю, что комьюнити так устроено, что... Что не делай, куда... Куда солдата не целую, везде задница. Что не сделай, все будет плохо. Кто-то будет недоволен всегда. Ну, что же, нормально. Давайте еще что-нибудь расскажем интересное. Потому что темы-то у нас есть какие-то. Например, тоже про Super Mario Kart 8 Deluxe. В смысле? То, что Super Mario Kart 8 Deluxe все еще находится на первом месте по продажам. 28 почти миллионов, да, по-моему? Да, 28 миллионов копий. То есть, получается, у каждого второго почти. Это, кстати, если что, на минуточку. Это именно Deluxe версия для Switch'а. Плюс Mario Kart 8 не Deluxe на Wii U. Был самой продаваемой игрой. 12 миллионов, кажется. Да. Так что, как бы, если вот это все сложить... Может, дело бы название Deluxe, то есть оно делает автоматические продажи. Сейчас мы увидим 30 миллионов пикмена. Они не делают выше, потому что, как бы, ну, это действительно просто хорошая игра. Она действительно очень хорошо подходит для того, чтобы просто вот убивать время, чтобы играть в онлайне. И, как бы, ну... И даже как первая игра на консоли тоже прекрасно подходит. Да, ну, опять, будет выручной. Mario Kart всегда продавался достаточно хорошо на нитанских консолях. Почему ты с вами говоришь, будем честны? Мы, конечно же, всегда будем честны. Даже можем об этом не говорить. Мы всегда честны. Вот. Ну, опять же, по Mario Kart многие недовольны, что вот там сейчас выпускают какие-то апдейты для мобильного Mario Kart. Там какие-то концовки добавили. За деньги? Нет, нет. Ну, обидно, что не выпускают новые Mario Kart для консоли. Но когда у вас есть такой Mario Kart 8 Deluxe, который там 30 миллионов уже скоро продастся, это же надо не просто выпустить 9, это надо его превзойти. Потому что иначе это и потери по деньгам, и по имиджу, и... На самом деле, меня вот это больше всего пугает, потому что мне сразу вспоминается год 2002, 2003, когда Nintendo выпустил. Nintendo в сотрудничестве с Sega выпустила F-Zero, и X в аркадных залах, и GX на консоли. И это действительно, по сути, ну, это реально идеальная F-Zero. До сих пор игра, которая отлично играется, до сих пор она отлично выглядит, несмотря на то, что он на GameCube. И уж если играть на игровом автомате, поверьте мне, это прям очень круто. Это один из моих любимых аркадных кабинетов, вообще, которые, собственно, в нашей стране присутствуют. Ну и, собственно, суть в том, что систем больше нет F-Zero. Да, да, да. И суть в том, что когда Miyamoto задает вопрос, типа, ну, может быть, Miyamoto-san уже пора, он такой, типа, ну, а зачем? Идеальный уже есть. Пока растет такой газон, проходит не один сезон. Вот, и у нас, да, и у нас сейчас есть идеальный Mario Kart, и как вот сейчас быть с этим? Я думаю, что на Switch'е девятого не будет. Ну, на Switch'е, да, мне кажется, тоже не будет. Только на следующее консоли. На следующее поколение. Там уже хотя бы за счет графики уже у них будет что-то на что опереться, чтобы уже превзойти нынешнюю игру. Ну, в мобилочке, видишь, там что-то делают. Значит, там еще пока нет миллионов. Ну, слушай, ну, опять-таки, в мобилочке просто это все делается, потому что мобилочки, они на этом построены. Там просто ничего нет. Там должны быть дейлики, там должны быть какие-то активности, которые тебя будут постоянно заставлять возвращаться. История, которая заставляет тебе платить деньги, да. Ну, даже если ты не платишь, ты должен постоянно возвращаться в игру. Что-то там должно быть. Поэтому там, естественно, да, проводятся вот эти туры. Вполне возможно, если опять-таки будут делать следующие Mario Kart, что-то будут брать из Mario Kart Tour, то, мне кажется, единственное, что оттуда можно хорошо выцепить, это локации с реальными городами. Ну, типа, будет там, типа, чемпионат в реальных городах. Трассы, да, в городах. Класс. Почему? Ну, не настолько, конечно. Подождем. Мне кажется, были трассы в реальных городах в том этом картинге, который был по Формуле-1. Лет 7 назад. Это F1 Old Stars. Да. Там, кажется, как раз можно было по Парижу ездить, что-то такое было. Да. F1 Kart. Хорошая, кстати, была тоже. На Switch ее? Нет. Да. Я на PS3. Было норм. Она вообще как-то не очень выстрелила. Кстати, я что вспомнил. Сейчас же идет даже подготовительная часть, а когда выйдет подкаст, уже, возможно, будет идти в самом разгаре, выставка QuayCon от нашей любимой компании. Да. Там можно будет на халяву получить первый Quay и, возможно, даже второй Quay. Там на халяву будут два игры. Прямо сейчас скидки на Wolfenstein, на Doom, на Skyrim, естественно. Да, да. Если кто-то еще не купил до сих пор, то тот Говард идет за вами. Лично я очень надеюсь, что наконец-то объявят дату выхода и сразу же выпустят в этот же день Doom Eternal на Switch. Хорошо было бы, да. Да, было бы неплохо. Вот. Вот это вот мы ждем. А если кому-то надо по скидке купить игры в Karim и прочее, то успейте. И на классические там, кстати, Doom и тот же скидки. Да, конечно, я понимаю. Там Doom 64 тоже. Они по 159 вообще вроде рубили. А еще Doom 2016 на Switch не так уж и плохо. Поверьте мне, как человек, который прошел его и на Xbox, и на Xbox One, и на Switch. Ну, как принято о нем думать. Как вы можете подумать. Да, да. Нет, кто саппортировал вот эти вот игры от Bethesda на Switch, тот постарался там сильно. Там Panic Button вроде в студии, она вроде хорошо справилась. Молодцы. Вот такая вот новость у меня. У вас что-то ведь наверняка тоже есть добавить. Ну и как раз к этим крикосменам продаж. Нинтендо же наконец-то отчиталась за предыдущий финансовый период и заявила, что за 100 дней до приказа. За 100 дней было продано 22 миллиона Animal Crossing. С 20 марта по 30 июня. Что делает Animal Crossing сейчас второй популярностью игрой после Mario Kart. И это на 30 июня. И это даже без делюкса в названии. Да. А после нее идет Super Smash Bros. Еще месяц еще прошел. Который был предыдущей игрой, которая вот так же стартанала. Ну только порадоваться можно. Сейчас вот выходит дополнение с фейерверками уже вышло, насколько я помню. Ну да. Уже даже в прошлом выходе были первые фейерверки. Да. Так что игра живет. Она установится потихонечку сервисом прям таким, который нам видимо не один год будет поддерживать Nintendo. Нет, на самом деле это очень правильно. То, что Nintendo именно так и надо развивать эту игру. Потому что как только начинает немножечко падать пользовательский интерес. Они добавляют события. Заводишь новый контент туда. Заводишь новые события. Либо скидки. Оп. И все. И тебе снова есть что делать в этой игре. Да. Плюс там очень хорошо работает социальная составляющая. Причем я так понимаю, что она работает не в игре. Она работает за пределами игры. Во всяких там Discord-чатах. Кстати, об игре. Я знаю, что есть одна история, связанная с Animal Crossing и нашим хорошим другом Денисом Мейджером. Расскажи. Да. Я тут как-то зашел на днях на канал к Денису. Включил у него стрим по Animal Crossing. Что-то смотрю, смотрю, вижу остров знакомый. Оказывается, он пришел в гости на остров к моей жене. И что же он там делал? И он там снимал, наверное, полчаса почти гулял по острову. И кажется... Это он во сне пришел? Нет, 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 просто. И правда он, кажется, за что-то там ругал, по-моему. У нее там есть какие-то деревья, ей кто-то подарил, кто-то, в общем, взламывал игру. И вот эти хакнутые деревья, которые на самом деле невозможно вырастить. Там, типа, там деревья с, я не знаю, с окаменелостями на ветках. Вот. Он нашел и вроде как ругался, мол, проклятые читеры. Это было не очень вежливо с его стороны, учитывая, что он был в гостях. Ну, с другой стороны, если ты знаешь, что это дерево получено запрещенным путем, не лучше ли его выкорчевать? Запрещенные деревья. Ну, у нас такой поток, как бы мы сами ни читаем, ни взламываем, если... Но краденое принимаем в дар, да? И не просим. И не просим. А вот ей, ну, если что-то, да, прислали, то пусть себя растет. Вот так вот скупщики краденого не наживаются. Вот. Она причем не знала. Ей там какая-то... Высадил деревья, а они с запрещенными оказались. Они все пришли к тебе из специальных органов. Денис вызвал наряд полиции, которые забрали деревья, забрали владельца, и потом доказывают на суде вот этом виртуальном в комнате, что ты их получил в дар, что ты не знал. Кстати, там есть что-то такое в чатах. Что ты из них веревки делаешь, а не то, что подумаешь. На несколько сот диней, тысяч даже. Там есть осуждающие. Ну, смотри, дадут срок тебе, и ты не будешь спать. Люди в чатах. На самом деле там просто какая-то подруга из чата попросилась в гости, а пришел почему-то Денис Мейджор. Денис, ну скажи, что за подруга какая-то у тебя просится в гости. А потом приходишь ты. Вот. Вот такая история. Денис к нам в гости позовем. Пусть придет сам. Да, то он расскажет. Свою версию этой истории. А то он уже год у нас не был. Отличная история, кстати. Вот. Ну, как раз вот эта вот социалка и поддерживает интерес к игре, насколько я понимаю. Потому что они там что-то общаются, пообщались, снова зашли, поиграли, что-то там добавили, вырастили, снова пообщались, друг друга подарили, в гости сходили. Так и поддерживается интерес. И будет поддерживаться еще большими дополнениями. Конечно. Что же, я думаю, что наши зрители, во-первых, соскучились по подвижной камере, во-вторых, есть отличный повод для того, чтобы наконец-то Невел взял камеру и начал снимать с разными живыми съемками. Потому что мы сейчас вам покажем. Что мы покажем? Нет, мы их покажем еще в отдельном видео, как минимум в Инстаграм. Но у нас тут есть стартовые наборы. Михаил. Лего. Марион. Пожалуйста, возьми камеру и покажи эти замечательные вещи, которые мы на стол ставим. Я уже пошутил по поводу вот этой коробки со стартовым набором, что это специально для тех, чтобы ты уже наконец начал выкидывать коробки, а не складировать их. Правильно, коробки надо выкидывать. Неровные. А потом вам подарят их отдельно, пустые коробки на Авито, они хорошо. Это коробки. Вот их снимай, не меня. С этими коробками тоже забавная история. Я просто сидел на днях, в понедельник дома, и мне… Не работал? Вот только бы лечить. Слушай, выходные же должны быть. В понедельник, конечно, выходной день. Мне пишет друг, типа… Если ты в воскресенье не работал до утра, то в понедельник может быть выходной. Мне пишет друг, типа, ты дома? Я такой, да, я дома. Ты через полчаса будешь дома? Да. Короче, через полчаса приезжает такси Гетто. У них сейчас же появился сервис доставки. Да у всех появился. У Гетто, у Яндекса. И мне вручают за полгода до дня рождения авансом. Типа, вот, потому что сейчас актуально, а в декабре уже будет неактуально. Держи сейчас. Ну рассказывай, что это? Те самые стартовые наборы LEGO Super Mario, которые с 1 августа в продаже. Во-первых, скажи, сколько они стоят. Насколько я понимаю, они стоят 3999. Нет, подожди, 4500 вроде стоит стартовый набор. А, значит, этот идет бонусом. А, все, я вижу. Вот, здесь написано, что он included. Да, значит, 4999 это стоит. А, ну то есть вот это все. Неплохо, кстати. Давайте смотреть, что же там за такие деньги нам предлагают LEGO. Там довольно много контента. Кстати, я хочу напомнить, что хоть здесь и Super Mario, и написано Nintendo где-то есть, но большую часть, я бы сказал, основную ответственность за производство и распространение этих всех деталей конструктора несет непосредственно сама LEGO. Потому что мне тут говорили, что в комплект не входят батарейки, они там нужны для некоторых вещей. О, странно. Одна деталь без пакетиков. И все жаловались. А еще одна. Все жаловались, что типа нет батареек. Почему? Почему Nintendo жмет батарейки? Это жмет батарейки не Nintendo, а жмет батарейки LEGO. Инструкция, конечно. Пишите правильные претензии. Есть еще на самом деле очень важное объяснение, почему не бывает батареек часто в комплекте. Потому что батарейки сложно транспортировать. В смысле они… И банально могут испортиться. Нет, их просто могут не принимать. Могут не пропускать таможню. Батарейки некоторые. О, покажи что. Предпочитают просто не пересылать. У него там есть кнопочки. У него, кстати, он с Bluetooth. Самая дичь пока, Саш, ты не видел? А в интернете уже кто-то разобрал эту фигурку. У него, соответственно, экраны, экраны, экраны здесь. Экраны? Ну, я имею в виду вот-вот. Вот здесь, здесь, здесь. Тут же все экраны. А это не один большой экран? То есть у него там… В глазах экраны. Нет, это уже не 2DS. Смотрите, тут показано по этой сборке, когда с Марио самого. Вот как он выглядит. Должен выглядеть в сборном виде. А вот так он выглядит… В разборном виде. В разборном виде, да. Такой… Выключается планшет. Мы все это обязательно покажем вам, как это все собирается, как это все работает. Обязательно будет отдельный ролик. Но пока просто посмотрите, как это все выглядит, когда они приходят к тебе в коробке, либо через Uber, либо просто что-то интересное. Или сам ты купил. Да, либо сам купил в магазине. Я так понимаю, что сам вот и, наверное, такое себе не купил. А вот пакетик со штанами. Я на самом деле просто равнодушен к LEGO. Вот пакетик со штанами, с кепкой. Вот здесь вот такая вот штучка. Вот абсолютно. Вот насколько можно было быть равнодушным к LEGO, настолько равнодушен к LEGO. Ты ни разу не играл в LEGO, да? Не собирал? Ну, я никогда не коллекционировал. То есть у меня было, естественно, в детстве LEGO там какие-то там полицейские там, не знаю, там строители, пожарные. Но с тех пор нет. Мне кажется, последние лет 20 я LEGO не собирал. Это мой первый LEGO за 20 лет. Коллекция мини-фигурок будет продаваться, посвященная Марио. Все продано. Смотри, сколько всего. Вот такое даже можно. Вот это очень круто будет. То есть если не можешь себе позволить набор Super Mario, вот хотя бы мини-фигурки можно будет. Вот, 10 штучек. Вот, кстати, наборы. Это наборы, которые будут продаваться отдельно. Ну, боюсь, для LEGO NES надо, в самом деле, ждать дня рождения. Слушай, а еще для Марио будут костюмы продаваться. В том числе и костюм Марио Строителя. Да, там Строитель вроде Кот. А будет, что Строитель Кот огненный и... Разные способности они будут давать. А будет там Марио с Вантузом? Ну, как классический водопроводчик. Марио с Вантузом? Марио с Вантузом никогда не было. Это немного экзотический образ. Да. Марио был с молотком. Он редко вооружается. Вот. Вот такой набор. Мы еще покажем еще и в коротком ролике. Давай скажем, что это не самый дорогой набор. Самый дорогой набор вместе с LEGO приставкой NES и телевизором стоит 20 тысяч рублей. Да. И, к сожалению... Его пока никто не подарил, да? Никто не подарил пока. Если ты хочешь, подари там такой набор. Вот Александр примет в дарк от него рождения или раньше. Ладно, смотри, к декабрю как раз подешевеет, в какую-нибудь распродажу попадет. Новый год еще там, скидки, черная пятница, все дела. Ну, кстати, да, там вроде... За 16-800. Да, на что такое можно рассчитывать? Если подсядешь на LEGO, ты же никогда не собрал, будешь себе подсядешь, то прям уверяю, ты купишь эти десять фигурок, и костюм Марио с кота, и все остальное. Марио с кота. Да. В общем, смотрите сами. За 4, сколько? 900, да? 4,499. Стоит это 4,499. Я думаю, что радость ребенка, ну или большого ребенка, гораздо стоит дороже, чем... Слушай, мне кажется, что за 4,5 тысячи это достаточно неплохой набор. Учитывая, что он более интерактивный, чем обычно. Во-первых, LEGO, ставим по себе, они довольно дорого стоят, а тут еще Марио, который что-то говорит, там, соединяется с планшетом. Какие-то испытания там проходят. Какие-то дают штуки. В общем, мы все покажем, расскажем, как это работает. Смотрите, за нашим каналом будут видео отдельно, увидите. А еще... Кстати, тут QR-коды, видимо, это... Да, там в приложении можно сканировать. Показано, как собирать, наверное, что-то QR-коды. И все. Инструкции, инструкции, возможно. Интересно, кстати, все, ну, LEGO обычно все нумеруют свои пакеты. У них там каждые детали в своем пакете. То есть это не как советский костуд, когда взял коробку, там все перемешалось, и ты сидишь такой, так, это куда, это что? Здесь все. Часто не страдаешь. Ну что же, отличное, мне кажется, развлечение тебе будет. До следующего понедельника, надеюсь, соберешь. Надо будет еще добраться с видео до книг, которые мы хотели давно показать об истории Nintendo, которые вышли две. Кстати, надо поискать, может, уже третья вышла. Я думаю, надо. И зрителям интересно. Она же на русском языке, да? На русском. На русском. Поэтому она тем более интересна. Да, давайте расскажем про книги. Что еще интересного у нас? Кто во что поиграл в эти вот... Я понимаю, что ты понедельник занимался этим осмотром. Я начал Crysis вчера. Crysis на Switch? Да. И как? И причем это... Это мое не первое знакомство с Crysis, но это, наверное, будет первый раз, когда я его пройду. Потому что я с ним познакомился когда-то, спустя сколько-то уже лет, когда он стал неактуальным. Он всегда актуален. Crysis всегда. Ну, я имею в виду, что он... Я, в общем, запоздал. Когда он вышел, у меня был устаревший на пять лет компьютер. И вообще-то, не знаю, там был первый курс. Мне было не до игры. Что-то такое. А вот теперь... Ну, как перелезть-то? Расскажи, как? Что? Ну, он, на удивление, бодро именно как шутер. То есть, там не только графика цепляет. Там интересно, сказать, способности костюма использовать. То есть, ремастер цепляет графика, да? Нет. Я имею в виду, что игра, которая у всех ассоциируется с графиком, у нее еще просто интересно играть. Потому что много интересных способностей у костюма, который носит герой. Все это завязано на отдельных противников. На экране это играл? На экране телевизора? Нет. Пока только в протезе играл. Просто нечестно, как он выглядит на большом экране? Твои впечатления? Послушайте. Ну, расскажите. В отдельном Близзобзоре сделаем Близзобзор. На Близзобзор? Да. И схожем по всему. Ну, не отдельный, но Близзобзор сделаем, да. Близзобзор сделаем, да. Расскажем, как Градис. Наконец-то мы туда добрались. Еще о чем-нибудь у нас там есть на прицеле пара игр. Вот. Если нам ответят издатели. Я думаю, что ответят нам издатели. Потому что как нам можно не ответить? А куда они делятся? Вот. Я, кстати, хочу сказать, что я поиграл, бесплатные были несколько дней, я поиграл в эту игру про драки покемонов. А. Покинг Торнамент. Покинг Торнамент, да. Она была бесплатна, по-моему, 4 дня или 5. Как раз рекламировали в предыдущих. Да, да, да. Вот Покинг Торнамент DX. в общем я так скажу что как файтинг она вообще никак не интересно сражаться не удобно перемещаться в пространстве задержки большие в отклике ну то есть как файтинг это ни разу не mortal kombat и не даже этот guilty gear там или что-то такое то есть это ну совсем как файтинг очень медленно если это текен но в целом туда это ты сравниваешь 2d файтинг 3d файтинг текина и не то чтобы заметил принципиальную разницу текен мне кажется поживее я понял всему играл 4 но мне понравился больше в общем не зашло и такую игру я бы не рекомендовал за 4000 рублей можно поэтому он и не особо популярен возможно поэтому он был бесплатный чтобы все посмотрели там кстати там какие-то еще к нему начали подавать какие-то там костюмы что бонусы там куча всего высветилось меня где покупки купили и это то нет не хочу поиграл где-то часок не понравилось все скари в общем нет яркий ну если хотите драки нормально то лучше mortal kombat или текина но кстати мы по ком это на свече как тебе если вам нужны драки в которых присутствуют покемоны для вас есть супер смешброс да кстати смешброс в этом плане гораздо круче ну точно безусловно круче и кстати мой ком это свече тоже круче потому что несмотря на то что одиннадцатый mortal kombat в принципе хорош на свече он не очень хорош зато там подбавляли каких-то тоже диких костюмов я я видел свежую порцию никто этим не пользуется вот я сколько заходил там добавили добавить и есть да там вот добавили вот этот вот фрэншипы стал какие-то очень трешовым сюжетный режим я его прошел он за три часа поход с шангсунгом очень забавный и хороший но это все это все не является стимулом покупки именно свеч версии то есть mortal kombat он именно хорошо выглядит на нормальных платформах больших на свече он выглядит не очень хорошо но играть все лучше чем покин потому что покин какой-то позор честно говоря мне показался в общем не рекомендую так ты паша что-то поиграл ко мне марио конечно вот я я специально сегодня отличаюсь ото всех потому что есть 3d sky приехал а в 3d ски у меня варю вэр голд я думаю возможно видно ну какая разница собственно варю вэр голд я кстати делали intelligent systems да частично там и и делали intelligent systems это сборки игры это это в целом короче это не новая часть варю вэр это просто вот этот вот best of это такой же как ритм хэвен мегамикс собрание лучших микроигр с типа там новыми вот этими сюжетами со старыми персонажами и в целом ну это то чего и хотел по хорошему от варю вэр я как-то на момент релиза и пропустил совершенно потому что на тот момент я как раз играл не на 3d висе в основном потом когда мне захотелось чего-то подобного не было ритм хэвен мегамикс но вот сейчас как раз мне повезло купить в британском магазине при помощи знакомых за фунты за фунты стерлингов но за очень небольшие суммы в фунтах стерлингов это мне по моему обошелся в 1 фунт и где-то 30 пенсов надо брать за игру да то есть как бы ну в целом неплохо если бы не проблемы с доставкой из этого британского магазина потому что это сетево ну типа это британская там сеть эльдорадо британская сколько шло где-то две недели это вообще это я могу сказать я могу я могу сказать что сумка из китая мне идет уже гораздо дольше я заказал на сайте когда мне сказал денис бейсовский купи там вот это хорошие есть штучка для switch light специально такой кейс держатель тому всякие приблуды я заказал в начале июня и вот до сих пор у меня статус стоит что она прибывает в россию и где-то зависла на каком-то из хабов так что вот два с половиной месяца жду нет здесь как бы опять я не знаю то есть как бы это заказывалось все на специальный типа службу где этот который представляет адрес тебе британский вот это все на британский адрес пришло тут уже перенаправили посылку да собрали ничего не гуляли ну есть вопросы я не знаю опять таки кому к нашим или к не нашим но там когда коробку вскрывали где-то возможно еще на складе в британии там как бы ножом так прошлись и ну прошлись немножечко по коробочкам то есть там две у меня коробочки задеты такие ну сполосают ножа неприятно но не критично грубоватно ну ничего бывает и хуже злодейские удары ножом ну удовольствие получаешь слушай я очень люблю варю в р поэтому да причем там действительно взяли мне как мне кажется те самые которые нравились лично мне это очень хорошая подборка игр и ну опять таки за фунт за лиц и все вообще если у вас есть всячески это 3ds но я имею ввиду сколько она у нас то я не знаю сколько она у нас стоила и когда покупал ритм хэвен мегамикс свое время он стоил дешевле чем все остальные то есть когда все релизы уже стоили там по 2 300 по-моему да ритм хэвен я брал за 1400 то есть он стоил типа за полцены я так понимаю что этот продавался примерно так же и ну в принципе за тысячу рублей это ну для 3ds кинокатаджи это нормально вполне цена если вам нравится вот такого типа и поэтому я крайне рекомендую от ли хотя бы посмотреть отлично спасибо за ретро рассказ интересных игры для ушедших платформ кстати говоря мы готовим уже к выпуску новый наш ролик про погружение в какой-то очередной год с историей о том что происходило в это время и какие игры на нинтендо были популярны наш влог нинтендни и на следующей неделе постараемся его выложить что у нас еще интересно у нас еще вышел ролик про метакритик обещанный про то какие там скандалы были и какую пользу из него все-таки можно извлечь новости вы вышли как раз свежие радование как будто мне отчитываешься ты зрителям и скажешь не вошли как в них я-то знаю в них как раз не успел лайф войти пикмин и продажи animal кроссинга потому что уже эти новости уже пришли после об этом рассказали смотрите новости комментируйте пишите что там интересного рассказать какие-то комментарии приятные алисе тоже оставляйте неприятный надо оставлять она может расстроиться а вот да она приятный как мы видите на очень живо реагирует до отвечать вопросов такие форматы пишите как там что по звуку тоже пишите будем изучать улучшать вот ну и в планах у нас еще ролик про метро это еще ловит так что ждите следите за каналом подписывайтесь и будет интересно до новых встреч пока 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 а